Девушки отдыхают 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 и правозащитники, я так понимаю, что ваш приезд, он эту точку превратил в серьезную запятую. Давайте будем в этом разбираться. И сегодня вам предоставлено два часа, два часа, для того, чтобы мы смогли услышать все, что реально там происходит, по вашей оценке. И мы обращаемся к нашим радиослушателям, поскольку ситуация неоднозначная, поскольку не только люди русской национальности и всех прочих, не только христиане, но и прочих вероисповеданий живут в нашем городе, и все, что мы можем говорить, может показаться вам спорным, поэтому наши телефоны... Наши телефоны обязательно. Звоните. 708-502. Прямой эфир. 708-502. СМС также принимаются на номер 8909-720-101-0. 708-502. Мы ждем ваших звонков. Мы очень надеемся, что вы будете высказываться по теме, потому что она реально горячая, потому что нет наверное человека, кто не задумывался об этом. И наверное нет человека, который хотя бы раз в жизни не бывал в подобной ситуации, но не доводя ее конечно до стрельбы, до драки, до смертвоубийства. Ну что ж, тема поселка Демьянова столкновения жителей поселка Демьянова разных национальностей. Мы говорим о дагестанцах, которые живут в поселке, и о русских ребятах. Вот я даже не знаю, я уже корректно говорю или нет, но ситуация выглядела именно так. Ну что ж, произошло столкновение. Когда я впервые об этом услышала, я скрывать не буду, я сидела в кино. Мне позвонили, и потому как настойчив был мой потенциальный собеседник, я поняла, происходит что-то из ряда вон выходящее. Прямо в зале я сняла трубку и услышала стрельбу. Стреляли именно там, где происходил конфликт. Это лесопилка в поселке Демьянова. Слышала ее своими ушами, и когда читала о том, что был произведен один выстрел или два из карабина, из чего-то еще. Поверьте, я человек, который трижды был в военной командировке, и живет там не по одному дню, одиночные выстрелы. От всех прочих я отличаюсь совершенно спокойно. Ну что ж, давайте разбираться еще раз. Наши гости, здравствуйте. Напоминаю, что у нас сотрудница правозащитного центра РОД. Человек специально приехал из Москвы. Их была целая команда, но она осталась сегодня для нашего эфира. И Евгений Кокаулин, это председатель Кировского рекотделения, партия Яблока, а также член областной комиссии по правам человека. Ну что ж, у меня к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, вы в Демьяново первый раз или уже бывали? Мы в Демьяново с Евгением Борисовичем второй раз. Первый раз мы ездили туда 19 июля. Побыли там. А подождите, подождите, подождите. Это случилось 21 июня? Да, 21 до 22 июня. Тогда я бы говорила, события, события 2 месяца уже. Значит, первый раз мы были 19 июля для того, чтобы посмотреть, как происходит расследование. И выяснить, что, собственно говоря, там произошло. Но когда мы приехали, мы услышали жалобы людей, которые проходят в качестве свидетелей о том, что команда, приехавшая из Кирова, оперативников, сотрудников Центра по противодействию экстремизму, очень грубо ведет допросы, в том числе даже избивает. Вот. Несколько человек написало заявление в прокуратуру. И неизвестно, был ли дан заявлением ход, потому что никаких ответов пока нет. Сейчас было... Минуточку. На тот момент нет? Или сейчас? Или еще? Вот на данный момент нет. Мы, разумеется, вернулись для того, чтобы выяснить, все-таки продолжается ли там то, что было раньше, или ситуация изменилась. Анатолия Владимировна, я прерву вас на секунду. У меня к вам будет вопрос. Вы представляете правозащитный центр. Вы прекрасно понимаете, что писать о том, что был избит сотрудником полиции или милиции, находясь в его кабинете и будучи один на один, или ты один, а их двое, как часто вы видели ответы, полученные из прокуратуры и прочих органов, о том, что, простите нас, люди бедные, мы действительно били. Хоть раз в жизни... Случалось подобное? Или вы говорите о том, что у нас происходит, это из ряда вон? Нет, ну, вы знаете, например, есть расследование действий сотрудников полиции в отделении Дальней Казани, наверное, вы помните, да? Действительно, это дело было расследовано, когда человек погиб в результате допроса. Нет, а когда здесь ударили по почкам, простите, пожалуйста, или по голове волосяной части, где нет следов. Можно ответить? Можно, конечно, да. Есть кировский опыт. Не я, Асфатиков, кировский милиционер, побивший Евгения Вострикова, уволен из органов внутренних дел. Есть другие примеры, просто без фамилии. А его в угол не поставили? Он не расплакался после того, как его уволил? Он расплакался на суде. Он плакал на суде и говорил, что он самый выдающийся человек из их деревни, потому что он милиционер в Кирове. Поэтому есть примеры, поэтому не надо говорить, что это нереально. Это реально, просто работает. Нет, я понимаю, я просто прервала Настасью во время ее выступления. Не потому, что я хотела сказать какую-то гадость. Я просто хотела уточниться. Вот Настасья говорит, ответа до сих пор не получено. Людей избивали во время беседы, во время допроса. Слово избивали, вами было сказано. Ответа до сих пор нет. Вот я вас и спросила, а как часто вы видите ответы, покаянные ответы от правоохранительных органов? Извиняйте, били, не сдержались, были неправы. Все, на голодный паек. Побить у нас. Да, в угол на колени, там на горох. Ну вот покаянных ответов я не видела, именно с покаянием. Но про расследование слыхала. Подобного действия сотрудника. Ну да, и которое заканчивается чем, вы тоже знаете, чтобы... Когда чем. Когда чем? Да. Бывают приговоры, бывают приказы об увольнении, бывают приказы по министерствам, управлениям, а не по лучшему соответствию. На самом деле это правда. Поэтому это вопрос работы, в том числе и журналистской работы, это и нашей с вами работы. Как по-то счету. Вот ведь возникает парадокс. Их наказывают, садят, увольняют, они все продолжают бить и бить. Поэтому уж... Парадокс. Простите, пожалуйста, давайте я уже так занижу все-таки планку нашего и права, и журналистского движения в защиту людей, пострадавших, да, потому что если бы реально были наказания, реально бы ситуация изменилась. Я понимаю, что на сегодняшний день очень мал процент того, что подтверждает в случае, собственно говоря, каких-то воздействий на опрашиваемого в полиции человека. Я оставлю за собой это право, потому что если бы это было сильно и было сильно наказано, таких бы ситуаций было уже давно и гораздо меньше. Человек боится наказания, он не полезет на рожон, я вас уверяю. Итак, простите, я прервала вас на том, что ответы до сих пор не получены, а люди жаловались на то, что с ними мы ставим в кавычки, да, грубо обращались. Володя, мы забыли произнести самую главную фразу. Это мое оценочное суждение? Да, это наше оценочное суждение, вот, это наше с Володей оценочное суждение. Если это не ваше оценочное суждение, тогда у вас должны быть на руках документы. Я понимаю, что некие документы у вас существуют, и даже это не просто бумаги, это видеозапись, вы работаете достаточно тщательно, подходя к каждому случаю. Я права, да? Стараемся. Молодцы. Ну что ж, давайте еще вот тогда. Вы сказали, люди жаловались. Количество людей, которые обращались с жалобами, подсчитано ли вами, сколько их было? Пять жалоб написано в прокуратуру. Шесть еще в областную прокуратуру, в Уфаново. Нет, я сейчас имею в виду пять в прокуратуру подосиновского района, ответов нет в прошлый раз. В районе, да. Жалоб в областную прокуратуру. Поэтому на те жалобы, которые были направлены во время нашей предыдущей поездки, конечно, мы вправе уже получить ответ. И, кстати, Елена полностью с вами согласен, несмотря на отдельный случай наказания виновных полицейских, в целом, конечно, система органов управления дела, она бесчеловечная. К сожалению, это правда. Это, еще раз повторите, это сугубо оценочное суждение. Это не нуждается в комментариях, потому что, естественно, это моя точка. Нет, мы с Володей не комментируем. Мы как бы предохраняем вас в какой-то степени от того, чтобы комментарии по вашему заявлению не дали те, в чьей атмосфере оно направлено. Поэтому мы нас приучили уже часто повторять фразу об оценочных суждениях, а рассуждать у нас и думать у нас законом не запрещено. И даже ошибаться, думать и ошибаться законом не запрещено. Поэтому как бы вот. Ну что ж, шесть заявлений. Это люди, имеющие непосредственное отношение к конфликту, к стрельбе, к лесопилке. Это люди, которые в качестве свидетелей. Что это за люди, которые обращались к вам с жалобами? Это свидетели. Да, кстати, нужно учесть, что это действительно все свидетели. Это неподозреваемые. То есть выбивали показания из людей, которые, в общем-то, не являются обвиняемыми, подозреваемыми. Вот. А они свидетели являются по двум эпизодам. Часть это свидетели того похода на лесопилку, который закончился стрельбой. Людей, которые там приехали, которых вызвал на лесопилку Нух Курат Магомедов. Интересно звучит. Свидетели похода на лесопилку. Ну, свидетели, участники похода на лесопилку. Да, я так привыкла уже называть это действие. Второй эпизод. Это из людей пытаются выбить показания о том, что некий человек поджег парк Кристалл. Это злополучное кафе вот это, да. Да. И что, значит, этот поджег заказал другой человек. Значит, первый человек это Владимир Бураков, который сейчас находится в Кировском СИЗО. Второй это Опарин. Сейчас скажу. Да бог с ним фамилия Опарин. Хорошо. Местный житель Демьяновский. Александр Николаевич Опарин. Опарин. Что он якобы заказал поджег. Это тот человек, который, собственно говоря, пытался купить это кафе? Да, я расскажу, значит, в чем дело. Он хотел купить кафе. Ну, хорошо. Нет, давайте так, это самое. Он хотел купить кафе, ему, значит, не продали, и он от злойсти решил его сжечь. Нет. Это мое предположение. Нет, нет, нет. Сделка уже практически состоялась. Более того, рядом с этим кафе стояло другое деревянное строение буквально в нескольких метрах. Но оно стоит, оно ведь не сгорело. Оно не сгорело, но оно могло, очень вероятно, сгореть. Я не знаю, какие волшебные действия нужно произвести для того, чтобы специально сделать так, чтобы вот деревянное строение не сгорело. Но это нереально. Вероятность того, что оно так же загорится... Оно полыхнуло бы было очень велико. Очень велико. А насколько я понимаю, что, собственно говоря, а парень-то стал подозреваемым, есть, по-моему, некое, как бы сказал, подметное сообщение, да. Собственно говоря, следствие упирается в то, что на одежде опарина следы ГСМ. Бензин, смазка там и прочее. Что именно, значит... Вот, нет, ну, это, понимаете, это парадоксально. Пошел поджигать, сам облился, потом облил все остальное. Почему сам не заполыхал? Прям театр какой-то получается. Театр теней, понимаете? Вот мне все время до абсурда. Если, значит, человек работает на рынке и рубит мясо, то его давайте будем вообще возьмем за все убийства сразу. Потому что на нем есть следы, да. Есть следы, да. А если, значит... Так, а как объясняется, собственно говоря, вот следы ГСМ на одежде опарина, которого подозревают... Элементарно. Его подозревают как заказчика. Да, элементарно они объясняются. Дело в том, что он владелец фирмы, которая, значит, и он сам занимается дальнобойным извозом, и его фирма сдаёт технику на прокат, в аренду. Это дальнобойные машины, грузовики, трактора, и он с этой техникой возится постоянно. Ещё бы у него не было следов бензина на одежде. Вы знаете, надо было Маяковского вспомнить. Помните, да, стихотворение Маяковского, которое мы знаем из очень раннего детства, его раньше в садиках разучивали, о том, что руки шофёра пахнут бензином. Может быть, те, кто занимается расследованием, они миновались, и возраст, когда они читали эти стихи. Забавно. Перечитайте. Они были рады тому, что, о, как всё складывается. Да, что, оказывается, у нас все профессии чем-то пахнут. Вот. Хорошо пахнут, плохо пахнут. Вот. Ну, пахнут обязательно. Кто-то спиртом, кто-то бензином, кто-то ещё чем. Вот. И вот на основании этого я понимаю, что... Допустим, сейчас, давайте, до перерыва скажу. Мы сейчас как-то ушли в один эпизод. Он касается именно поджога. Там же есть какая-то ужасная история о том, что якобы человек, который якобы дал показания о том, что вот этот поджог, а вот этот заказал, он пытался, по-моему, покончить жизнь самоубийством. Ведь там же есть эта страшная история. То есть человек, дающий свидетельские показания, вдруг лезет зачем-то в петлю. И его, слава богу, спасают. Сам Евгений Борисович, скажите, пожалуйста, я... Два человека в настоящее время по версии полицейского следствия были свидетельны в виду, как Бураков, находящийся под стражей на Нагорной, поджигал... Это тот человек, который якобы поджигал. Абсолютно верно. В чём действительно можно говорить о вине Буракова? Во время событий на лесопелке, я не считаю, что были массовые беспорядки, столкновения, которые могли перерести, но не перешли в них. Бураков действительно, находясь в критической ситуации, когда он считал, что находящийся аварийц с обрезом может выстрелить в него, либо в его земляков, кинулся в его сторону, и когда рядом оказался милиционер, ударил его по щиту. У милиционера нет таких существенных травм, они пожали руки. И уже находясь под следствием по этому эпизоду... Меня привлекает история. Давайте возбудим дело не на нападение на милиционера, а причинение нравственных страданий щиту. Я предлагаю вообще разобраться, почему в России такие плохие щиты, что не ломаются. Это очень большая тема. Это хорошие щиты. Это хорошие, замечательные щиты. Это ужасно. А представляете, а был бы человек посильнее, лесногибы, и в дрызг, и в мореку. Другая статья. Бураков, находящийся по следствиям, вдруг стал главным фигурантом, как поджигатель. В настоящее время один из свидетелей, в кавычках свидетелей, того, что Яков Бураков поджигал это кафе «Кристалл», написал заявление в прокуратуру, буквально сегодня мы его отнесли, о том, что его возили в лес, душили, нанесили побои. Правда, один раз ударили по голове. Надо понимать, когда 8 милиционеров тебя возят в лес, один из них бьет... А можно я не очень поверю? Скажите, пожалуйста, а что это за транспортное средство, куда помещается 8 милиционеров? Это «Газель». Это очень тесно. Нет, нет, нет. Это «Газель-фургон» — это нормально. Нет, «Газель» — А, то есть, а там была... Милицейская, полицейская «Газель». Понятно. Понятно. Можно провести... Тогда допускаю, что было. Потому что я представила легковой автомобиль, 8... Золотые слова. 8 больших полицейских, а это большие мальчики, я вас уверяю, и плюс еще и того 9 человек. Это очень тесно. Это как... Это самое. Селедка в бочке. Второй молодой человек, в миле которой я по понятным соображениям говорить не буду... Так, подождите, мы не договорились с вами еще поэтому... С опариным. Его зовут опариным. Нет, нет. Вот кого вывозили в лес? Опарина. Опарина. Сергей Фуфан. Нет. О, да, Сергей Фуфан. Я слышу разночтение. Вот как раз он написал в областной прокуратуре. Абсолютно верно. Вот его вывезли, его подушили, его один раз стукнули. Да. Ну, дважды вывозили в течение. А там еще что-то было про муравьев очень интересно. Ну, ему говорили, что определенным голым местом посадим в муравьев. Определенным голым. Это хорошо сказано. Нет, мы не стали писать каким, потому что надо беречь вот такие прокурорские нервы. А что, у прокуроров нет этого места, что ли? Ну, вдруг они как-то почувствуют... А вдруг они впечатлятся. Почувствуют какие-то неприятности. Надо же писать как есть. А потом вдруг раз, выплыв, выплыв, скажут, да, а мы его этим местом... Скажут, а вы не указали место. А там нет, там есть степень, понимаете, степень опасности. Согласен с вами. Головой в муравейник, это одна ответственность, а вот этим местом другая ответственность, потому что голова же мало пострадает. Это издевательство уже, да? Да. Давайте пройдемся. Нет, 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 я просто сталкивалась. Очень важно, каким местом тебя должны были вот это самое. Если тебе общали колено прострелить, это одно, если голова, то это совершенно другое. Муравейник не оружие, но я так думаю, что степень ответственности тоже меняется. Причиненных страданий. Да, нам, извините, нам передают, что у нас уже должен быть перерыв. Да, давайте сделаем. Буквально на несколько секунд и вернемся к этой очень интересной теме. Такое пятно получилось, да? Да не получилось у нас никакого пятна. Да, Володя, вы как-то образно и руками еще тут трясете. Не было этого. Никакого позора нет. Я просто вышла из того возраста, когда люди совершенно четко знают, что руки водителя пахнут бензином. Это Джани Радари. В переводе Сумела Яковлевича Маршака. Мне сделали замечание. Это не Маяковский. Увы, простите, была неправа. Была неправа, виляя хвостом. Единственное, как сказал наш гость Евгений Борисович Кокаулин, правозащитник и председатель Кировского регионального отделения партии Яблоко. Тут есть одно. Маяковский и все остальные, они были коммунистами. Ну, как-то так, считайте. Прошу прощения, кого покоробила моя ошибка. Постараюсь больше не делать ничего подобного. Перечитаю очень детскую литературу. Ну, что ж, давайте мы продолжаем работать. Сегодня тема Демьянова. Два месяца прошло с событий ужасных, которые там произошли, которые, собственно говоря, сколыхнули всю Россию за последнее время. Такого количества отзывов на мою статью, в общем-то, наверное, бывало и побольше, но за последнее время это был очень яркий всплеск. Тема заинтересовала практически всех. Она вызвала полемику, споры горячие, и даже разборки, и даже возникновение уголовных дел. Итак, два месяца прошло от событий в Демьяново. В нашей студии сегодня, я уже сказала, что Евгений Кокаулин и Анастасия Иванова. Это журналист правозащитного центра РОД, русское общественное движение. Люди сегодня специально остались у нас в студии. Остальные уехали в Москву, откуда они приехали, еще в понедельник. Три дня правозащитной организации и Евгений Борисович занимались тем, что смотрели, изучали, слушали, внимали. Что же происходит сегодня в Демьяново? Это очень серьезно. Это наши с вами земляки, это наши с вами люди. Многие говорят, что это конфликт межнациональный. Кто-то говорит, что просто с пьяной подрались. Обычная бытовуха, да? Бытовуха, причем пьяный бытовух, причем разборки. Я, наверное, не имею права об этом говорить, поэтому просто расскажу историю, которую я знаю. О тех событиях, которые случились 21-22 июня в Демьяново, я, собственно говоря, могла предполагать с огромной долей уверенности. С огромной. Почему? Потому что демьяновцы и жители Подосиновского района мне очень активно жаловались. Я даже несколько раз приезжала туда для того, чтобы посмотреть и послушать, что же происходит. А происходило ужасное. Было очень много жалоб от русских парней, мужчин и женщин на ребят, которые приехали и живут в Подосиновце. Приехали из Дагестана. К сожалению, правоохранительные органы никак не реагировали на суть происходящего. Были ужасные случаи. Все помните, что это связано с председателем Подосиновского районного суда, которое ради, не знаю каких, но предполагая, что финансовых отношений, собственнику лесопилки Нуху Курат Магомедову изменила приговор, а потом вообще его отменила. Сегодня председатель Подосиновского районного суда находится в бегах. По ней возбуждено два уголовных дела. Напомню, что деяние председатель суда совершила вот такие ужасные именно по отношению, по доброму расположению Курат Магомедову. Собственно говоря, вот история с ним и с его родственниками ближайшими и дальними, вот она и стала центром событий конца июня. То есть все, что происходило, я видела то, что грел и должен был обязательно, на мой взгляд, произойти взрыв. Для меня это не было секретом. То есть я видела, но были очень много жалоб на то, что дагестанцы работают и оставляют очень много грязи за собой, город превращают в хлам. Это было, я видела. Также я видела надписи на домах, что мы ваших всех женщин. Ага. Не понятно, о чем вы говорите. Да, я думаю, что вы поняли, о чем я говорю. Вот я все это видела. Но эту тему я не брала в течение нескольких лет, потому что мы обсуждали, нескрою, мы обсуждали ее с главным редактором, вот, и действительно было опасение, что нас обвинят в разжигании розни. Я всегда слышала ответ, ну ничего же пока еще не произошло. Нет, не произошло. Ну вот когда произошло, вот произошло уже вот таким достаточно диким образом. Поэтому у меня есть своя точка зрения на суть происходящего. Я думаю, что конфликт зрел давно, он назрел, вспыхнул, вот это нагноение развалось, и то есть, ну совершенно непонятно. По-моему, по-моему, пока за все за это отвечают только русские. Все остальные как-то остались здесь ни при чем. Хотя не наши писали на заборе. Дагестанцы, мы всех ваших женщин. Ага. Вот, вот пуля просвистела. Так, кстати, дагестанские женщины там есть? Есть. Мы почему-то говорим все о мужчинах. Семьи живут, конечно. Они живут. Ну плюс там еще смешанные браки, да, уже есть. Не, вы знаете, вот у нас, смотрите, у нас живет в Кирове уже очень много времени по линии, так сказать, обмена. Помните, к нам приезжала, приезжали вьетнамцы. Это были дети вьетнамской войны. Вот. Они начинали воевать в 10-11 лет, уходили на войну официально, призывались. И когда закончилась война, им было 20. И кроме того, что, ну, 25. И кроме того, чтобы воевать, они не умели вообще ничего. Их отправляли сюда, по-моему, в Коминтерн. Они работали на обувной фабрике, они проходили специализацию, там по многим позициям. Была огромная вьетнамская диаспора здесь. Вот. Я помню, это были времена нашей молодости. Для них выделили отдельное общежитие огромное на улице Ленина. Вот. И я помню, что... я не буду, это такие не самые приятные подробности, но это были дети больной, раненой страны в очень тягостном состоянии. Вы знаете, какое количество вьетнамцев сейчас проживает в Кирове? Я стесняюсь сказать. Это огромная цифра. Скажите, пожалуйста, кто-нибудь из вас их видит, слышит? Они буддисты, у них иная вера. Это люди, которые работают как пчелы. Это люди, которые не вступают в конфликты. А смешанных браков, смешанных браков, ну, мне кажется, уже идет на сотни. Вот. Понимаете, их много, но они ассимилировались, они мимикрировали, они живут с нами в том же мире, в котором живем мы. Они совершенно четко принимают наши законы и не пытаются ничего не себе диктовать, да? Хотя это дети войны, да? Они умеют ходить строем, и они умеют. Это же была партизанская война, они умеют очень держать оружие. И в случае, вот понимаете, вот менталитет человека, да, тихие, спокойные, и вот заранее, давайте мы будем жить в мире. Их тысячи, там десятки, почему не получается мира, почему все время какая-то война, почему все время какие-то разборки. Вы помните, у нас был в эфире Муфти, он сказал, наша вера в войну, еще он сказал, наша вера агрессивная, вот как-то вот была сказана такая фраза, я даже привел пример, что он в автобусе подрался с человеком, с русским мужиком, он сказал, который оскорбил его и его жену, по-моему. его супругу, его супругу, да, нет, ну, то есть вообще мужчина просто выражался матерно, вот, и Муфти с ним подрался в автобусе. Затейливая история, я представила нашего батюшку с крестом, который, значит, машет руками в автобусе, пускай самым, самым негодяйским негодяем. Так вот, давайте все-таки вернемся к теме, на которой мы остановились, вот это вот событие с поджогом, да, два человека. На Сергея Фофенова мы остановились. его вывезли в лес, его, давайте назовем это слово пытки, но поставим его в кавычки, да? Давайте скажем так, а цель-то какая была? Мы применяли незаконные методы дознания. Цель, чтобы он сообщил, о том, что Бураков поджигал кафе. Это же было и в отношении еще одного молодого человека, фамилию, я не буду сейчас говорить, потому что этот человек склонный, видимо, к алкоголизму, и вследствие вот этих склонностей, он действительно после вот таких действий сотрудников правительных органов пытался покойить жизнь самоубийством. То есть, в настоящее время есть схема в мозгах руководителей следственной группы, согласно которым опарин то ли за 20, то ли за 200 тысяч рублей заказал поджог. За сколько? То ли за 20, то ли за 200. Вот почему-то вот такая цифра колеблется. Кстати, не все знают, собственно... Ну, это для подосиновца, это пожизненный миллионер. Это что-то. Не, я не пойду. Вы знаете, кстати говоря, сам опарин, человек, честно говорит, что здесь можно жить и работать. Вот все время речь идет о том, что произошло после похода на лесопилку, а на самом деле ведь вопрос и в том, что там за ситуация. Ситуация простая. Там очень перспективный поселок на самом деле. То есть, перспективно богатый это лес. Это возможность людям хорошо работать, нормально зарабатывать. И то, что туда поехали выходцы из Кавказа... Вы знаете, давайте как бы вот остановимся на слове перспективность, потому что я ведь ездила в Подосиновец не просто так, а общалась с людьми, которые хотели работать, но не очень могли это сделать, причиня гигантского количества препонов, которые выставлялись именно им. А вот дагестанцы работали совершенно спокойно. Какие-то преференции. Преференции, лучше участки, все лучшее. Вот для них это было так, да. В настоящее время большая часть лесопилок нелегальна. То есть, та лесопилка, куда был совершен поход, по документам, это свиноферма полека. Но я понимаю, что пророк запрещает. Подождите, подождите, почему свиноферма полека? Еще раз говорю, это свиноферма полека. То есть, это земля сихвостное значение свиноферма, но такая же ситуация с теми лесопилками, которые владеют и местное русское население. То есть, зачастую люди действительно по документам... Не отягощаются особенно. Ну, свиноферма такие, свиноферма. Здесь очень поразительная позиция нашего губернатора. Мне ее предавали. Может быть, поправьте, вы, люди более сведущие, у вас политикство рядышком под боком. Доносятся все. Да, они как задумаются, он прям скрипит весь день. Сказал, даем три месяца, а вот потом возьмемся. Очень непонятная позиция. Если есть нарушение, на штрафовать. Нужно создавать условия для регистрации и в то же время наказывать засутствие таких действий. Вы знаете, если... Вот смотрите, когда все время говорят наш губернатор, наш губернатор, давайте будем так. Когда пришел сюда Белых, все, что там было, было до него. Конечно. И это не вина Белых. Но пришло четыре года назад. Знаете, это не вина Белых. Это, собственно говоря, вот те чиновники, которые позволили сначала, потом, значит, позволили развиться, углубиться и так далее. Вот, понимаете, вот Белых, он сказал, да, он сказал, я бы так же сказала. Знаете, почему? Потому что рубануть по столу кулаком и сказать, давайте всех там на цугундер, давайте всех будем садить, давайте будем все это разрушать. Извините, штраф на законных основаниях на цугундер. есть нормальное человеческое понятие. амнистия. И амнистия в таких позициях существует. Он дал время для того, чтобы привести все в надлежащий вид, в надлежащую форму, для того, чтобы все это... Ведь есть амнистия, понимаете, и она работает в этой или иной степени, но она работает. Извините, давай... Евгений Борисович, наставь Владимир, у нас сейчас большой перерыв. Вот как раз-таки сходим на него. Прервемся, вернемся и продолжим беседу. Будет обед? Да. Добрый день, в Кирове без 15.12. В эфире новости у микрофона Ольга Болезина. За место в ЗАГС-собрании собираются бороться семь человек. В четверг завершился прием документов от кандидатов самовыдвиженцев по 23 округу. Ранее своих претендентов на освободившееся после перехода Сергея Доронина в Госдуму место выдвинули пять партий. От КПРФ это Алексей Вотинцев, Иван Пысин от ЛДПР, Василий Сураев от Единой России, от Кировских эсеров Антон Шихов и Юрий Семенов от Новой России. Кандидатов самовыдвиженцев всего двое это Евгений Мезенцев и Антон Долгих. Выборы пройдут в единый день голосования 14 октября. Полиция начала проверять информацию о давлении на свидетелей в Демьянов. Руководство областного МВД отреагировало на появление в интернете информации о том, что на свидетеля по уголовному делу о поджоге в поселке оказывалось давление сотрудниками органов внутренних дел. Проверку будут проводить сотрудники оперативно-розыскной части собственной безопасности управления. Информацию о злоупотреблениях со стороны сотрудников органов внутренних дел можно сообщить по телефону доверия 589-615 анонимно по номеру 589-777. Добавлю, что ранее местные жители сообщали о фактах превышения полномочий сотрудниками Центра противодействия экстремизму, которые проводили допросы после демьяновских событий. Люди жаловались в прокуратуру, однако ответа не получили. В Лузском отделении следственного управления нам сообщили, что в возбуждении уголовных дел по обращениям отказано ввиду отсутствия состава преступления. В четверг прошел пикет против переименования улиц. У фонтана на театральной площади члены регионального отделения движения «Суть времени» собирали подписи еще четырем улицам города. Как прошел пикет, рассказал организатор акции Александр Кривошейн. Всего нам удалось собрать за два часа вести две подписи. Также приходило много людей, поддерживали нас, приносили подписные листы, которые люди собирали среди своих знакомых, среди своих людей. Люди очень поддерживают, как правило, нашу позицию. Мы выставили стенды, давали фотографии, картинки, с той идеей, которую мы хотим донести, почему важно сохранить наше историческое название, которое сейчас исторически сложившееся. Следующая подобная акция запланирована на 30 августа. Сбор подписей будет продолжаться в течение трех месяцев, после чего их отправят в Совет по Топонимии. Напомню, что после переименования улиц Большевиков, Дрилевского, Степана Халтурина и Энгельса в администрацию города поступило предложение вернуть исторические названия улицам Мурицкого, Мопра, Володарского, Дериндяева, мнение кировчан по этому вопросу принимаются в Совете по Топонимии до 12 ноября. К этому часу все. В студии работала Ольга Болезина. Вы знаете, вот мы все время бодаемся с улицами. У нас, будто других проблем насущных нет. Единственный вопрос меня, который сейчас волнует, вот именно с улицами, да, а почему именно сейчас-то? А может быть и время? Мы тяжело живем. Нет, вообще-то меняет. Меняет, вы знаете, вообще меняет нагрузку. Вы знаете, пользуясь случаем, вот я хочу спросить у Настаси Владимировны Ивановой. Вот вы из Москвы. Как вам наша кутюрьма? Нет, все дело в том, что, смотрите, в Москве возвращают улицам исторические названия, и никто не парится. И никто не парится. А почему здесь-то? Ну, была, допустим, Дрелевская стала, Спаская. Посмотрите, какая разница. Спаская-то... Да, была Мопра, а станет Острожная. Мопра, она, допустим, Мопра и Острожная. Почему Острожная? Там всегда была тюрьма. То есть, понятно, да? Она и сейчас стала. Нагрузка, нагрузка, да, вот она... Эта история улицам по 250 лет, да, по 200 лет. И просто возвращается исторические названия. Москвичи-то ведь не парятся, ну, была, стала... Мне кажется, как-то... Во-первых, москвичи парятся. Парятся? На самом деле, да. Я сейчас, наверное, выскажу точку зрения противоположную той, что прозвучало в ваших словах, свою, собственно, точку зрения. На самом деле, конечно, да, исторические названия есть, которые существовали до революции или до 20-30-х годов 20-го века. Но дело в том, что далее тоже идёт историческое название. Оно там просуществовало 70, 60, 50 лет. Это раз. Второе. На самом деле, люди утомляют чехарда с постоянными переименованиями. В конце концов, может, дайдить до того, что вы уже не знаете, на какой улице живёте. Да ну ладно. Или начинаете путаться в топографии. Кстати, между прочим, если в Кирове это не так страшно, то в Москве это действительно будет проблема. они не понимают, о чём речь, какие даже не будут такие случаи. Поэтому, это знаете, как со сносом памятников. Меня как-то впечатлило, когда сносили памятник на Лубянке. У нас просто 10 секунд осталось. Нельзя, как нельзя сносить памятники одни, ставить на их место другие, потом сносить эти. Так нельзя постоянно переименовывать топографические названия. Ну, это, как бы, это не очень разумно. Ну, мне почему-то кажется, что вот если сейчас Дрилевского с Паской, осталась Спаской, то она уже будет с Паской до скончания века. Мне кажется, да, если опять не коммунисты к власти. Но это решать Кировчан. Да, это решать Кировчан. То есть мы услышали, Москва тоже митингует, Москва тоже не совсем согласна. давайте перерыв. Да, перерыв теперь.